Ира, такой немецкий. Второе. Я уже забыл. Подкаст вдохновляющей истории. Ну, пары прогулять легче, чем работать. Особенно старше. И чем старше, тем больше у них каникулы. Ну, класс, я молодец, я крутая, как бы, вот. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками Московского городского. Сегодня в гостях Ирина Иванова. Ира, привет. Здравствуйте всем. Привет. Ира, ты закончила Институт иностранных языков. Да. Расскажи, в каком году, как это было? В 2020-м, в пандемию, я была тем самым неудачным курсом без выпускного, без всех этих прелестей, которые обычно имеют выпускники. Но это тоже было по-своему интересно. А вы готовились, да, как-то? Ну, изначально, конечно же, когда еще там были втором, а третьем курсе, все мечтали, что это будет в ОКО, выпускной, во взрослую жизнь. Нет, это была пандемия, карантин, по домам, ЗУМ и вся красота. Был выпускной в ЗУМе? Да, там была какая-то встреча с преподавателями, кто-то что-то говорил, ну, как бы ничего такого необычного не происходило. Ну, а потом-то вы с ребятами собрались? Нет, тогда еще было все закрыто, это же как раз было лето. А потом? И потом уже тоже нет. Так, печальное начало у нас разговора. Ну, на кого ты училась? Я училась на учителе иностранных языков, конкретно профиль был немецкий язык. То есть на учителя немецкого языка. Я помню, когда учился в школе, это было в 90-х, все учили английский, и были такие 10 человек из трех классов, которые вот учили немецкий упорно, и был все одиозный учитель немецкого языка. Они все одиозные в школе учителя немецкого. Может быть, потому что это один учитель на всю школу был. Окей, я знаю, что ты проходила стажировку во время обучения, да? Я думаю, поговорим сегодня об этом, о том, вообще, как там российскому человеку в Германии, насколько это непривычно и так далее. Что самое главное ты запомнила со времен студенчества? Вот что, там, какие, может быть, три позиции, которые ты всегда вспоминаешь и говоришь, да, это было круто. Именно позициями идут события или какие-то инсайты, которые я вынесла? Вот вообще самое главное. Вот три каких-то важных таких момента из своего студенчества. Я понимаю. Ну, первое, это у меня прям сразу, я осознала это, как только получила диплом. Я очень сильно научилась терпению, потому что учеба, правда, давалась сложно. Я еще и жила в другом городе. Я жила в Подмосковье. Все четыре года я по два часа добиралась в институт и два часа добиралась обратно. И при этом я училась очень хорошо, закончилась красным дипломом, поэтому старалась. Очень много времени уходила на все домашние задания, на подготовку, на работу, конечно же. И я курсы со второго научилась строить свою жизнь так, чтобы все успевать, выработала какие-то стратегии тайм-менеджмента, научилась терпеть, не ныть, не плакать, что не хочу вставать в 5.30. И когда я выходила с института и начинала свою взрослую жизнь, первый год мне вообще казалось, это такая красота, так все легко. А раньше было так тяжело, когда я училась. Как бы этот навык терпения и понимания того, что жизнь это непросто, сам тебе никто ничего не принесет, пока ты сам не начнешь. Это я прям выработала очень четко за четыре года нахождения в рамках нашего университета. Это был такой мой первый, наверное, огромный опыт. Очень мало кто, кстати, понимает, что если ты... Ну, многие же поступают в университет вообще вот так как бы абстрактно. Мало кто поступает, я хочу быть и учиться, и становиться этим человеком. Многие поступают абстрактно. И мало кто понимает, что даже если ты просто отучился в ВУЗе, а потом работаешь не по специальности, вот эта вот история про стремление, дисциплины, получение диплома к финалу, это очень классная история. Человек научился вообще достигать какого-то хотя бы результата в своей жизни. Так, первая эта дисциплина научилась планировать, это классно. Второе, скорее всего, это... Я поняла, что очень важно заводить какие-то связи и учиться, пытаться найти какие-то лазейки в жизни, где бы ты мог себя актуализовать, раскрыть. Потому что тоже все время кажется, что, когда ты уже поступала в институт, что есть какой-то мир людей, которым повезло, которые ездят на стажировки, которые устроились на работу в Москву, в школу, которые там что-то дали, а мне не дали, как будто бы. И как бы пришла с этой установкой, еще из маленького города, и очень быстро я ее развеяла. Я поняла, что им тоже не дали, они что-то для этого сделали. И как бы с того момента я четко продолжаю постоянно думать о том, что если я что-то хочу, то сделать должна я. Никто мне это не даст, никто мне не принесет, как бы никаких вариантов в жизни больше у меня нет. И поэтому я очень сильно мотивирована на какие-то поиски путей, лазей, проходов куда-то. Это вот тоже со времен института, с разных мероприятий. То есть я смотрела на постарше курсы, я видела, что кто-то куда-то поехал, я слышала историю одногруппниц, что там что-то удалось, какие-то там есть у них успехи. И пыталась следовать тоже какой-то своей дорожкой, пытаясь дойти туда, куда зашли уже другие. Раз они смогли, почему я не смогу? Ну да, а ты когда это поняла? Прямо вот поступив сразу на первом курсе или по ходу? Да не, не, по ходу. Ну хотя тоже, что-то начиналось сразу, допустим, про работу. У меня был тоже стереотип, что я не смогу учить детей, пока я не закончу институт. Но оказалось, нет. То есть какие-то репетиторства, малыши, это же вполне себе уже можно делать на первом курсе. Это тоже мне подал пример, скорее какой-то вот курс, по-моему, старший. Я познакомилась с девочкой, она мне сказала, да ты чего, я уже с первого курса работала, давай вперед. Я начала работать прямо с октября, по-моему, с первого курса. И как бы вот так вот по разным сторонам жизни я смотрела, за кем-то наблюдала, подглядывала, кто там что, и вот так вот и продолжала свою жизнь. И теперь с этим продолжаю жить дальше. Ну то есть тебе повезло, по сути, ты хотела быть учителем, поступила, и сразу на первом курсе работала уже по педагогической линии, так сказать. Работала, да, но я не хотела быть учителем. Так, а что тогда тебя вынудило поступить? Такая короткая интересная история. Я мечтала стать психологом, и в классе в девятом я узнала, что надо задавать биологию, а я очень плохо знала биологию. И очень хорошо знала английский и общество знания. А так как у меня была цель бюджет, другой цели у меня не было, я просто немножко подумала, связала мое желание работать с людьми, знание английского языка, и получился педагог иностранных языков. Поэтому я так и поступала. Все, потом я пришла уже в институт, и дальше уже в этом всем развивалась, понимала, развивалась и так далее. Цели у меня не было быть педагогом изначально. Интересно. Ну а как вообще с психологией дальше сложилось? В этом году я поступила на психолога. Я уже закончила полгода, да, мне еще осталось. Это магистратура или бакалавриат? Это магистратура. Магистратура. И кем ты теперь будешь? Психологом. Психологом. Институтный поведенческий терапевт. Это очень классно. Да, это как второе. Мне кажется, все, кто сейчас тебя слушают, если тебя слушают студенты или абитуриенты, они прям думают, а, так можно, значит. Так можно, ребят, правда. Не обязательно идти дальше в магистратуру на языки, на педагогику, куда угодно. Выбор огромный. Не обязательно идти сразу. Я через два года пошла. Тогда, когда я поняла, правда, что я хочу, тогда я поняла, что мне интересно и так далее. Ты даже давай пошла. Живой пример. Например, пословица «Век живи, век учись». Да. А по-другому никак. Да, но по-другому. Вот я думаю, что это третье, как раз таки, чему я научилась, тому, что она постоянно учится. Как бы я была в той ситуации, что я учила два языка, и один язык у меня был с нуля немецкий. Я вообще его не знала. Это очень сложно, учить язык с нуля в институте. И таких сфер было очень много. И институт меня научил тому, что надо каждый день понемножечку, помаленечку что-то учить, запоминать, развивать себя. По-другому никак в нашей профессии. То есть иначе язык забывается, иначе ты теряешь навыки, иначе ты теряешь уже маленькие моменты, которые очень важны для твоей будущей профессии. Ну, все же были с тобой в группе с нуля. Или ты одна была с нуля, а все остальные не совсем? Нет, там делят так, что мы поступили на весь курс. Там было три группы. Нас спросили, кто учил языки. Они пошли в самую классную группу продвинутых. А остальных просто поделили напополам. Но все равно у меня в группе было человека четыре, кто учил в школе немецкий. Просто очень слабо. Они сказали, нет, мы не хотим продвинутую, мы хотим с нуля. А я прям ничего не знала. Прям ни одного слова не слышала в жизни. То есть один, два, три, четыре тоже не знала? Да, да. Где-то полгруппы. И можно вот так выучить язык в университете, и не знаю. Да, до B2. Я сдала на B2 на последнем курсе. B2 это какой-то уровень? Да, да. Там есть языки A1, A2, B1, B2, C1, C2. Вот немецкий я сдала на B2 и сдала ЕГЭ на экспертный уровень. Это высшие, которые есть. Это круто. Да, так что все возможно тоже. Если вдруг это невозможно, возможно. Все возможно. Значит, резюмирую. Значит, планирование дисциплины. Второе, я уже забыл. И третье, можно все выучить с нуля, потому что нужно все время учиться. Да. Это круто. Это круто. Слушай, а вообще, что в целом заставило тебя обратить внимание на педагогическое направление? Ну вот мое желание работать с людьми, я сразу понимала, что математика не мое, компьютеры не мое, офисы не мое в будущем. Я понимала, что мое это контакт, это люди. И так как это не психология, просто, как бы, соединила иностранные языки и людей. Ты просто олицетворение миссии Московского городского педагогического университета в нынешней версии, потому что как раз педагогику мы воспринимаем как сферу компетенции, которая позволяет работать в системе человек-человек. И ты это нащупала прям до поступления. Круто, как-то нереально даже для выпускника школы, что он так говорит, так, педагогически, это значит, я могу работать с людьми, иначе это везде пригодится, я пойду на учитель. Еще в 10 классе я заобразила. Так, но тем не менее, ты все-таки пошла работать в школу. Конечно, да, сразу. Расскажи об этом. Как это было? Какая школа? Можно не называть цифры, имени кого она была и так далее. Школа Москва, да? Школа Москва, да. Школа Москва. Очень попали. Хорошо. Я пошла работать в школу сразу после того, когда закончила институт. Точнее, даже я его еще не закончила. Тоже я как бы думала, что работать в Москве очень сложно, что никому я тут не нужна, да тут таких, как я, миллион. А у меня еще опыта нет, ну, как такового, только репетиторство. И в июне, еще не сдав диплом, использовавшись карантином, я разослала свое резюме просто в какие-то топовые школы. Я вот загуглила топ школы Москвы, не зная ничего про них, мне было не важно, где они, потому что я жила в Подмосковье. И я просто отправила свое резюме, как бы подумав, что, ну, ответит, ответит. И мне ответило очень много школ, в том числе частных школ, государственных, абсолютно разных. Меня позвали на собеседование. Я туда походила. Просто все было по зуму, поэтому мне было очень удобно, потому что был, опять-таки, карантин. Я на то походила, посмотрела, начала спрашивать зарплату, уже начала сама сравнивать, как бы меня согласились взять почти во все школы, куда я отправила свое резюме, что для меня было очень удивительно. А как оказалось, что мест намного больше, чем людей в Москве. Поэтому, как бы, нам все везде рады. Ты везде на учителя немецкого подавалась, да? Нет, на самом деле нет. Тоже, наверное, важная деталь. На четвертом курсе я поняла, что я английский, как бы, люблю, я его тоже хорошо знаю. Моя цель была как раз-таки выровнять знания двух языков. И я прошла переквалификацию, просто заочно, в интернете миллион курсов. Получила еще один диплом. У меня был диплом английский и немецкий. То есть у меня было два языка. Я подавалась везде на два языка, учитель двух языков сразу. Вот. И моя школа, которой я сейчас учу, работаю, оказалась мне одной из самых классных. Она потому что была внешне красивая. Я очень падка на красивое здание. Вот это вот все. Я туда приехала. Это московская школа, красивая. Мы не называем цифрой номера, но мы сужаем уже, сужаем. Вот. Я в меня приехала, сходила на собеседование. Там было все очень строго. Вот это целый стол учителей, директоров. Я с него вышла, позвонила маме в слезах. Говорю, мама, меня не возьмут. Мама, ты что? Это такая школа. Это я. Какая я? Какая школа? Мама, вообще забудь все. Ни Москва, ни мое. Я еду домой. Через час мне перезванивают. Здравствуйте, мы вас берем. Я говорю, мама, мам, все я передумала. Это был педсовет просто. Тебя позвали на педсовет, потом ты ушла, они такие, так, ну что, коллеги, посовещаемся. Подойдет, да. Не зря собирались. Да, и все. И так я оказалась в московской школе, не получив даже диплом. Я просто им сказала, что да, да, я правда, правда защищусь. Правда, у меня одни пятерки. Я вам, поверьте на слово, все принесу, но попозже. Ну, они как-то рассмотрели, что это московский городской педагогический университет все-таки не просто какой-то университет. Мы кончим педагогическое образование очень ценно. Они таки знают, ну окей, наше. Да, да, наше. А расскажи, я надеюсь, что это не секрет, какие стартовые зарплаты предлагались в московских школах молодому педагогу? Зарплаты отличные предлагаются. Опять-таки, моя школа одной из самых высоких предложила, поэтому я туда пошла. Могу сказать, что минимум в государственной школе по указу Собянина 75 тысяч получает учитель. Это без всяких классных руководств. Это вот такая минимальная обычная ставочка обычного учителя. Дальше ты можешь уже расти. То есть, классное руководство это еще плюс 1030, допустим. За разные топ-занятия еще плюс, еще плюс и так далее. То есть, как бы в среднем учитель обычный без классного руководства получает около 100 тысяч, около. С классным руководством 120-130, и это может расти. Это зависит уже от твоего желания работать, от часов, которые ты берешь и так далее. В частных школах предлагают в два раза меньше, прям там тысяч 40-50, поэтому туда и не пошла. Просто это не подкаст, быстренько, обсудим этот подкаст вдохновляющей истории. Расскажи о тех трудностях, с которыми ты столкнулась, когда пришла работать в школу. Молодая, только что закончила университет. Молодая, красивая, там вот эти вот учителя работают уже сто лет, а тут ты приходишь. Что было трудным? Первая была такая трудность в том, что теоретические знания надо было принести в практическую сферу. Несмотря на то, что как бы хорошо учили, я разбиралась в психологии, в педагогике, в языках, я не знала всяких тонкостей из разряда, это как работает журнал электронный, как проходят педсоветы, что надо на контрольные писать, как заполнить сайт. Я ничего этого не понимала. И ты приходишь, и я как бы опять-таки тоже построила себе стратегию, что тебе надо найти сразу друзей. Просто я нашла молодых коллег, и сразу, девчоночки, давайте-ка мы будем дружить, потому что я ничего не понимаю. И первые вот, наверное, месяца полтора или два я до сих пор пытаюсь вспомнить, сентябрь, октябрь, я их не помню, потому что я бесконечно сидела, готовилась к урокам, я не могла пока еще привыкнуть, структурировать урок под детей, в 45 минут укладываться, чтобы это все было домашнее, чтобы как бы вот все было, как должно быть. Потому что у меня это было только в теории, все это так разознано, в этой голове существовало. И, наверное, месяца два я привыкала, я вот это все въезжала, общалась, знакомилась, где-то, конечно же, косячила, где-то меня ругали, я говорила, я научусь, простите, пожалуйста, я так больше не буду. Училась. И в целом дальше уже было легче. Это было самое трудное. Про детей я боялась тоже, что будет сложно, у меня не было сложности вообще, то есть вот ни разу я до сих пор не встретила сложности именно в плане привыкания к детям, то, что я их буду бояться, там старший класс, младший. Нет, в целом ты приходишь в школу, как бы если это нормально, адекватная школа, нормально, адекватные дети, они тебе рады, потому что ты молодой педагог, ты интересный, конечно, не выберут тебя, чем коллегу постарше, который там по учебнику читает и переводит текст самыми днями. Как бы ты уже в плюсе. Вот. Про коллег тоже были конфликты, что они считают, что нужно научиться другому, что у них свои там какие-то методы, что неправильно ты делаешь. Но как бы по опыту оказывалось, что делаю правильно я. Коллеги это языковики в школе, да? Да, да. Или вообще коллеги? Нет, остальных обычно ты не трогаешь, ты их не знаешь. Они есть и есть. Ты общаешься вот с кругом странных языков. И коллеги, которые намного-намного старше, на меня так смотрели. Это что? Да ты как-то как можешь. Не так надо, вот так. Ну, как бы это их мнение. Просто я научилась от него абстрагироваться. Ну, и просто с опытом я уже поняла, что ни разу пока еще не было ситуации, чтобы коллеги, которые меня как-то осуждали, оказались в итоге правы. Значит, все-таки не все так просто в этой школе, да? В какой момент ты начала понимать, что у тебя получается в школе? Вот когда ты поняла, что, может быть, по детям, по результатам, по оценке коллег. Вот, может, какая-то ситуация, есть какое-то событие, случай. Это, я думаю, что по детям. Дети, они очень открытые, вот в этом они лучше, чем взрослые, потому что дети не умеют врать и показывать какую-то эмоцию долго поддельно. То есть если ты им не нравишься, они могут потерпеть урок 2, но они потом это покажут, они не будут слушать. А когда ты им нравишься, у них прямо вот это прет любовь к тебе, особенно начальные классы. Ну, в целом все, но начальные прямо вот максимально. И, ну, где-то, наверное, через полгода я уже начала понимать, что очень всем я нравлюсь, все меня обожают, мне пишут родители. И вот в этом году я прямо все знала, я говорила там друзьям, знакомым, что вот третий год, это уже такой максимальный, видимо, период принятия меня, детей, друг друга, когда мы максимально находимся в полном взаимопонимании, что сейчас просто их любовь измеряется какими-то огромными, тоннами. Родители пишут письма, приходят с благодарностью, что вообще нетипично для этого мира. И все время я так воспринимаю, да ладно, чего, я ничего не делала. А они вот это все тебе дарят, и ты думаешь, ну, класс, я молодец, я крутая, как бы. Вот я больше вот так оцениваю. Ну, результат, конечно же, тоже, то, что у меня говорящие дети, они даже в начальных классах говорят у меня, что я на языке веду урок, что у меня почти нет русского языка. Это как бы тоже, ну, моя субъективная оценка, они этого не понимают, понятно, что это круто. Это лично я делаю выводы, если я хвалю, говорю, вот такие. А так все учителя иностранного языка на языке ведут урок в школах? А так надо или это... Так надо. Так надо. Да. Потому что я помню своих учителей английского, их с пятого. Мы все их помним. Все помнят этих самых учителей английского. Надеюсь, вы не смотрите наши показы. Вряд ли. Вот их было много, есть ощущение, что они каждый год менялись, и это все, конечно, было такое вот, да. Очень что-то странное. Да, французского с нижегородским, что-то... Перемешка всех языков на земле. Нет, это на самом деле неправильно. А сколько детей максимально в классе у тебя? Максимально должно быть 15. У меня есть классы, где 17, но это опять-таки из-за того, что из другой группы переходят, потому что очень сильно хотят. Но они все понимают, что ты говоришь. Да. Да. Но если ты понимаешь, что кто-то не понимает, есть какие-то там... Ну, конечно, есть, да. Это все вырабатывать. На самом деле, если ребенка погружаешь в среду со второго класса, он к четвертому уже даже не задается вопросом, почему ты грешеный язык. А вот там к восьмому, к девятому, к нему вообще нормально. Ну, так всегда было. Ты до сих пор работаешь в этой школе? Да. Я не уходила. Какие планы вообще дальше по своей педагогической карьере? Это хороший вопрос. Какие у меня планы? Ну, я не знаю. Я вот начинаю работать как психолог. Вот уже как раз-таки в этом году. То есть я начала каких-то брать тоже клиентов и так далее. Развиваться в этой сфере, больше углубляться в подростковую психологию. В плане школы я не думаю, что школа подразумевает огромное развитие какое-то именно человека. Скорее, это просто улучшение того, что у тебя есть. То есть год через год ты лучше готовишь детей к экзаменам, у них лучше баллы, у них лучше пишутся тесты. И в этом твой результат. То есть там нельзя вырасти, ты не можешь резко стать заучим, директором через месяц. Нет, как бы, ну, этого не будет. Этого не надо ждать. Как бы, скорее я оцениваю свое стремление видеть еще больше результатов, то есть еще как-то больше внедрять какие-то свои навыки, может быть, в работу. И соединять себя с психологией. Ну, в одном. У тебя есть разговорный клуб? Был. Был? Да. Расскажи про это. Что это такое? Как ты дошла до такой жизни? Я его открыла сама в своем маленьком городе. Это было как раз-таки в тот год, когда началась пандемия, но ее еще никто не про нее не знал. Это вот был 19-20-й. А просто я захотела, я поняла, что у меня есть идея, сделать разговорный клуб. У нас такого в городе никто не делал. И я сама занималась этим вопросом. Я арендовывала, сначала кабинет, потом арендовывала кафе, создала сама Инстаграм, даже ссылала рекламу, что-то там училась, таргетинг, который там еще был популярным. Создавала уроки, то есть у нас были встречи по каким-то темам. Я там делала лексику, упражнения, мы разговаривали, играли. То есть было для взрослых, это уже как бы не для детей. Это было очень популярно, ко мне ходило много людей. Я прям очень была счастлива, горела этим делом. Но, скорее всего, получилось так, что я перегорела. Вот, наверное. Я не знаю до сих пор, но в какой-то момент мне перестало нравиться, не то чтобы вести эти встречи, мне перестало нравиться заниматься Инстаграмом, мне перестало нравиться какую-то рекламу делать, потому что это не мое, мое это вот преподавать. А у меня не было людей, которые были готовы заняться второй стороной этого дела, продвижением, какой-то там... А там были, как бы, перспективы монетизации этого дела, да? Я делала за деньги все это. То есть меня платили, конечно. Это правильно. Ну, так еще. Платили, в общем, даже приятные суммы, как бы мне все очень нравилось. Но вот момент того, что надо было рекламировать, меня очень сильно все время вот так вот в душе триггерило. Я не хотела, я все время передумывала. И в какой-то момент, когда началась пандемия, просто так совпало, что это был прям уже пик моего выгорания, когда я уже не хотела какие-то посты писать, я не хотела ничего делать в плане именно подготовки. И мы перешли в Zoom. В Zoom, конечно же, немножко не так, но все равно встречи были. Потом я взяла отпуск и переехала в Москву. И клуб за этот закрыл, потому что я переехала в Москву. Здесь начинать заново я не хотела. Опять-таки только из-за того, что я не хотела заниматься рекламой, продвижением и вот этими всеми ступенями. Клуб не переехал в Zoom потому что ты перегорела или потому что было сложно перестраиваться на онлайн? Сложно перестраиваться было. И думаю, что это потому что я перегорела. Надо было рекламироваться к что-то другое. Там были ступени, то есть я создала чаты, там были какие-то платные чаты. Тоже я пыталась, крутилась, развивалась как-то каким-то образом, но я уже понимала, что я не люблю делать то, что мне не в кайф, то, что мне не нравится. Вести занятия я обожала, я прям всю энергию вливала. А потом неделю я еще страдала от того, что надо делать другую часть работы, которую делать не хотела. Проблема была в этом. Если бы я нашла в то время какого-то человека, который там давай это, то поддержу тебя, сделаю. Ну, может быть. Но просто как-то так совпало, что не нашла. Либо не захотела найти, не знаю. И сам закрылся. Но тоже как бы это опыт. Я поняла, что это можно сделать. Это несложно. Если захотеть, можно заработать на чем угодно. И это очень сильно помогло мне в дальнейшем по-другому строить немножко уроки. То есть я взяла какой-то опыт работать со взрослыми и начала работать со взрослыми. Сейчас индивидуально я работаю только с 9-11 класса и взрослые люди. То есть ты в школе и 9-11 только? Нет, в школе-то все нормально. Надо дополнительные занятия. Хорошо, а в Москве разговорный клуб тяжело, да? Конкуренция большая. Я когда переехала, меня попросили даже. Я просто рассказала какому-то там соседу, что я учитель английского. Он рассказал, что вот у нас был клуб, а девочка там то ли в декрете, то ли чего. Давай, пойдем. Вот, есть люди. Я сказала нет. То есть я просто не хотела уже. Я опять понимала, что ну да, я смогу, но опять надо реклама, инстаграм. Вот это все, без этого просто не работают клубы. То есть это нельзя организовать в формате, что каждую неделю человек будет приходить, он не будет приходить каждую неделю, потому что ты взрослый человек. Это как дополнительное развлечение для него. Ну интересно вся история на самом деле с зумом. Я думаю, что мы минуем в нашем разговоре эти два года, которые были в онлайне, и вот эта вся цифра, и школа. Школа же тоже была в онлайне. То есть ты как раз попала на работу в школу, ты первый, двадцатый получается, год двадцать первый, ну чуть-чуть двадцать второй, наверное. Уроки онлайн тоже была, да? Да. Ну и как? Плохо, конечно же. А у кого хуже? У пятого, шестого, у каких-то плосков, у каких-то нормальных. Да, но хорошо в начальных классах. Хорошо, потому что там есть функция выключить звук. И, ну, в начальной классе они вообще ответственные. Там еще и родители, и там получалось, что правда все приходят, все сидят с камерами, вот так вот. И так как они еще и болтать любят, ты просто выключаешь звук и вот ведешь свой урок, а как надо, включаешь. Петя, говори, Саша, говори, Маша, говори. Не надо, не включаешь. Тут это было замечательно. А все остальные, начиная с пятого класса и заканчивая старшими, считали, что это каникулы одни большие. Особенно старшие. Чем старше, тем больше у них каникулы. Дай бог заходили на без камер. Дай бог вообще пришли послушать хотя бы меня. Многие просто не ходили. Ну, в целом. Потому что на английский не ходили, на все уроки они не ходили. Это была практика. Как бы у нас были педсоветы, мы обсуждали. Там есть даже какая-то статистика, что вот ЕГЭ они хуже сдали, те, кто были тогда девятые классы. Ну, это были издержки. Я пыталась тоже какие-то там ресурсы использовать. Конечно, я уроки достаточно классно тоже делала. Но это особенность детей. Когда есть шанс похалявить, поиграть в телефон, конечно же, он похалявит, поиграет в телефон. Он не пойдет на какую-то контрольную в зуме какую-то выдуманную. Нет. А, ну, учителю сложно перестраиваться, получается? То есть нельзя же провести онлайн такой же урок, как оффлайн? Нет, нельзя. Надо, конечно, было учиться. Но я же начала еще онлайн вести, когда была в институте. Все свое репетиторство я туда перенесла в онлайн. Было первое время вообще непонятно, как бы уже все прекрасно умело. Для меня зум это была обычная вещь. Появилась в моей жизни. Хорошо, спасибо. Теперь хочу зумею. Ну, вот ты интересная вещь говоришь про началку, потому что вот те исследования, которые были в университете, они показали как раз историю, что онлайн-история в началке крайне трудна. Крайне трудна. А вот как раз в средней школе и старшей тут можно что-то придумывать. Вот по содержанию этого процесса ты как бы тоже убеждена, что все нормально с началкой? То есть дисциплина, понятно, они вообще в принципе там в начальной школе легче дисциплины достичь, потому что там легче внушить, как-то ух, немножко их подавить. Они такие, оп, сели. А еще и родители дома с искалкой за спиной. А вот по содержанию и по результатам они тоже как бы усвоили эти знания? Ну, это я скажу, что вот, я уже читала эти данные, я думаю, что тут проблема была не в детях, а в учителях. Чисто я знаю, вот ну да, у меня в школе все было строго, мы правда вели уроки, мы правда старались, как бы мои дети не отстали ни на грамм по программе. Единственное, что ты не можешь контролировать, допустим, диктанты, ты вроде задала, выучила, не выучила, это уже на его совести. Ну и то, по моему опять-таки опыту начальные классы они выучены, старшие вот нет. А просто были школы либо учителя, которые не вели зум-уроки, и как раз таки вот то, что в инстаграмах, там в телеграмах писали эти бедные родители, это была ситуация, когда просто детям давали задания и говорили, делай. У меня как бы, у меня просто племянница как раз была в начальных классах. У них была вот эта ситуация, что учительница присылает, говорит, страница 25-27, все упражнения мне прислать. А все, и ребенок сидит в втором классе, который английский не понимает, мама, а что такое писать, а мама тоже не понимает. А мама, где должна взять информацию? Дай бог там видео приложили, ребенок посмотрел, все равно не понял. Как бы вот такой формат. Это от школы зависело, как бы, ну, я со своей стороны делала все, что могла, знаю, что мои коллеги тоже это делали. В целом, как бы у нас школа хорошо работала в онлайне, мы старались максимально ждать детям то, что могли. Поэтому мои дети не пострадали. Я уверена в их знаниях. те учителя, которые перестроились, да, и поняли, что надо сказать методические новые истории, там, дидактику менять и так далее. Но многие, конечно, не перестроились. Но я помню этот период, потому что у меня два ребенка в начальной школе было как раз, и вот это вот фотографирование тетради, отправка в чат ватсак учителю, я просто представляю, что у учителя было на телефоне. То есть, ладно, еще родители нормально что-то высылают, там еще какая-то история с почерком. закорючки. Да, это было интересное время. А давай вернемся назад в студенческие годы. У тебя была стажировка в Германии. Расскажи, как ты попал на стажировку, в какой город ты поехал, в какой университет, ну а дальше поговорим на эту тему. Не в университет поехал, я там работала. Попала я тоже, на самом деле, несложно. Я очень захотела на третьем курсе куда-нибудь поехать уже, просиловать язык. Я просто нашла проект. Проект раньше занималась сфера. Сейчас, правда, сферу закрыли, это направление. Но я знаю, что есть чуть другие. Я вот уже гуглила, искала. Суть проекта заключалась в том, что ты подаешь мотивационное письмо, резюме, рассказываешь про свои навыки, снимаешь видео, открытку, и направляют это на те проекты, которые тебя заинтересовали. То есть, я выбирала проекты, где есть работа с людьми, чтобы побольше поговорить, побольше какой-то активности там предъявить. И тебя либо одобряли, либо тебе отказывали. Вот я подала на несколько проектов, в два, по-моему, мне отказали, и несколько меня взяли, тоже в два или что-то такое. Я выбрала проект в городе Герлиц. Это очень-очень красивый город. Он недалеко от Дрездена. Он неизвестный, но он прям нереально красивый. Он такой весь киношный, пряничный, прям вот из мечты про какую-то Европу. И проект занимался организацией фестиваля. Мы там жили, две недели мы жили, готовили фестиваль. То есть, ты там полноценно работаешь, тебе зарплату, к сожалению, не платят, но тебе дают жилье. У нас был большой дом, в котором у каждого была своя комната. Тебе дают питание. То есть, мы готовили. И очень как бы насыщенная у тебя программа. Собирается команда людей из разных стран. То есть, с тобой в команде люди и из Германии, и из Эквадора были, и откуда только не были. Из Китая, из Франции. То есть, эти люди все, они становятся единой командой. У нас были всякие объединялки, тимбилдинги. Все, конечно же, говорят только на языках. То есть, либо английский, либо немецкий в каких-то ситуациях. И каждый день ты работал определенное количество часов на разных сферах. То есть, ты мог менять активность, и что ты будешь делать. И итогом была организация фестиваля. Мне очень там нравилось. У нас было очень много свободного времени. Мы могли ездить куда-то в другие города по выходным, либо по вечерам. Нам сами эти вот немцы, в которых мы жили, организовывали экскурсии, какие-то тусовки нереальные, там просто походы куда-то на озеро. Как бы было насыщенно. Вот как будто бы там было три месяца, а не две недели именно в этом месте. А фестиваль какой-то реальный готовили? Да, прям огромный фестиваль. Он очень масштабный. Он был в последние как раз-таки выходные. У нас ехались куча людей, артисты, выступали. Все, прям вот эти типичные фестивали, опять-таки, с представлением про Европу. Это вот был он. На нем мы познакомились с кучей немцев и так далее. И я там проработала и потом поехала путешествовать по Германии, по кайпш-сорфингу. Денег особо не было. Тоже было очень развито раньше. И бесплатно жила у разных абсолютно людей. Объездила всю верхушку Германии в надежде, что через год объезжу всю низушку. Но уже не срослось, потому что началась пандемия. И так я не вернулась. Но мне тогда очень понравилось. Я очень загорелась. Я мечтала вот после четвертого курса поехать на долгосрочный проект. Там есть на год и больше. Даже уже выбрала проект. Меня даже одобрили. Но была пандемия. И как бы с тех пор... Я правильно понимаю, что ты сама нашла эти проекты? Да, все сама. То есть университет в этом не участвовал? Нет. Ага. А как учеба, нормально все совмещалась? Только это летом же. А это было летом. Ты просто досрочно закрываешь сессию и все. Еще и сессию досрочно закрыла? Это та история про вот эти связи, да? То есть надо самому искать, находить, контакты. Я знаю, что в институте тоже предлагали. Я подавалась на пару проектов. Но как бы надо понимать, что все, что такое масштабное, там больше на желающих. Конкурс больше. И, конечно же, я не прошла, допустим, несмотря на свои оценки. Там шли другие люди, поехали. А когда ты сам что-то нашел, ты уже убрал потенциальных конкурентов, которые могли бы быть, потому что они просто не знали про этот возможностей. Поехал ты. Окей, ты поехал в Германию. Расскажи нам, какие есть... Вот у нас есть разные стереотипы про Германию, про немцев, да? Вот там, например, все знают про пунктуальность, про педантизм, про точность, про аккуратность. Это все правда или нет? Все одно и то же я хотела бы сказать. В целом, это на Барсеноне. Ну, да, нет, было, конечно же. У нас все было по пунктам. Ровно во столько приходим, во столько обед, во столько уходим. Как бы замечательные люди. Какие стереотипы? Я просто не знаю, насколько много еще и стереотипов, так как я много уже в это все погружаюсь. Я их уже все давно развеяла, либо наоборот, как-то поняла, что это правда. Просто это другие люди, очень открытые, очень дружелюбные. До сих пор мы поддерживаем с ними связь, как бы там, как мы ездили, мы с кем-то списываемся. Вот я по Zoom общалась с мальчиком из Чехии. Буквально вот недавно совсем как бы... И до сих пор все говорят, давайте приезжайте, то, куда может. Они как-то там сгруппировываются, кто может, опять-таки как-то встречаются. То есть в целом, это была такая история, то есть локация была Германия, но съехались ли со всего мира, это полиязычная была среда. Да, да. И все говорили, кто как, я так понимаю, мог выражаться. Ну, все хорошо знают, там был определенный порог, надо было хорошо знать английский и неопределенном уровне немецкий тоже. Ну, а иначе не поговорить просто. Да, да, да. Как это помогло в обучении? Это как в обучении помогло? Конечно. У меня очень поднялся немецкий и очень поднялся английский. Так как английский у меня был второй язык, я чуть-чуть так на него подзабила первое время, я больше внимания уделяла немецкому, развивала его каким-то образом. И потом уже английский, я поняла, что начал падать. Но как раз после этой поездки я, во-первых, немецкий подняла, я и английский подтянула опять-таки. Ну, и просто появляется стимул, но когда ты прям на практике понял, что ты можешь работать с этим языком, что ты можешь говорить, общаться, путешествовать, жить бесплатно и так далее, ты прям очень сильно в себе мотивацию открываешь. У меня у меня прям была максимальная. То есть я вот в четвертый курс входила очень надрухотворенная, готовая ко всему, чему только можно, в надеждах на будущее какой-то светлой жизни. А преподаватели заметили результат стажерунской цели? Не знаю. Ира, такой немецкий. Ну, в целом они всегда говорили, все хорошо, молодее. А там же меняются преподаватели. У нас же нет такого, что один для четыре года учат. По-моему, на четвертом курсе, да, новые были, как бы никто не знал, какой был до этого немецкий. Я сама уже сделала выводы, что я знаю, что говорю теперь лучше. Я просто поняла это. Это классно. Это классно. Ну, человек, который знает английский, немецкий, имеет образование психолога, очень востребованный человек. То есть можно зарабатывать деньги и вот так, и так, и так, и разными способами. Я знаю, что у тебя есть еще и волонтерская история, да, добровольческая. Расскажи пару слов, чем ты занимаешься вот в этой сфере. Да, я участвую в проекте. Проект называется «Хранители». Это проект, который помогает подросткам реализовываться в жизни детских домов. Подросткам и детских домов. Вот важный момент. Потому что есть такая как бы статистика, что они очень часто выходят из детских домов, они не знают, куда им идти, чем им заняться, что им сделать вообще в этой жизни. И можно становиться кураторами, надо пройти определенное обучение, зарегистрироваться. И ты становишься куратором для этих школьников. То есть твои обязанности входят проводить встречи. Они немножко похожи на наш подкаст. То есть я готовлю какую-то тему либо про свою профессию, либо про языки, про что детям было интересно. Я готовлю тему, я ее рассказываю на трансляции. Подключаются дети из разных детских домов, и они задают мне вопросы, мы с ними общаемся. То есть я какие-то им открываю уже аспекты, как можно куда поехать, что сделать, все вот это рассказываю им. И также на сайте ты регистрируешься как наставник, ты рассказываешь про свою профессию. И любой ребенок, которого это заинтересовало, может тебе написать на сайте, спросить совет. Ну, то есть там они пишут из разряда, там, вот у меня такой-то уровень, смогу ли я сдать ЕГЭ, как вы считаете, там, надо ли мне вот это, если я хочу пойти, там, на языки, какой язык выбрать. То есть они просто могут тебе написать как какому-то товарищу, который постарше, по опыту, мне ты просто им в формате онлайн-общения отвечаешь. Вот в таком плане... То есть это не преподавание языка? Нет, ну ты можешь, конечно, преподавать в формате волонтерства, но на это нужно время. А сколько времени ты тратишь на свое волонтерство? В неделю, например? Ой, это не так много на самом деле. Ну вот формат переписки, это ответить за IT, ну как с друзьями. То есть просто тебе приходят сообщения, ну зашел, ответил, все, там, как-нибудь ростную Машу, там, отвечаешь ей. Вот эти встречи я две уже проводила, ну это тоже, это где-то полтора часа, заранее готовишься, ну и в зуме тебя исключают, как бы, ну и в зуме на другой платформе. И ты с этим работаешь. Две я проводила, и вот еще у меня будет сейчас там тоже ближайшая еще одна. А там дальше уже по запросам. Вот, так же, ну я ездила еще в детский дом к ним туда, там проводила мероприятие. Ну это немножко... А к тебе ково прикрепляется ребенок какой-то конкретный, и ты с ним потом какое-то продолжительное время общаешься? Это... Или по запросу с их стороны? Там есть разное направление, зависит от желания. Вот есть возможность прикрепления ребенка, да, есть возможность общаться с разными, проводить встречи. Как бы выбор огромный, зависит от того, как комфортно человеку, который там подается, что он хочет, что он не хочет, никого сильно не заставляют, никуда ехать, там, не с кем общаться. Это ваш выбор. А в студенческие годы ты занимался волонтерским? Ну не особо. Я максимум каких-то мероприятий участвовала в своем городе, ну на это особо так времени не было. И волонтерство, просто ради волонтерства меня никогда не привлекало. Какие-то вот мероприятия я посещала, какие-то где-то можно было помочь и что-то получить, допустим, бесплатно концерты. Вот это я любила, такое дело. А в плане помощи, как вот сейчас я оказываю, допустим, я не очень понимала еще, что это, что это можно. Я не знала. Я думала, что только деньгами можно помочь. Как бы это единственный способ в мире помогать людям. А потом я случайно узнала, я объявление увидела в Москве висело, меня заинтересовало, и в этот проект я вступила. Таких много, на самом деле, проектов. Я еще почитала, что как бы такая помощь, ну я считаю лично, что она даже ценнее, чем деньги, потому что никогда не уверена, куда эти деньги пойдут, кому, что. А это конкретно ребенок. Ты ему ответила, может быть, как-то твой совет правда ему помог в жизни. Ну, кто знает. Ну да, ну да, ну да. Ну, вообще эта история про помощь с деньгами, она такая, она же сложная, она же неоднозначная, да, то есть люди часто, ну, как бы открещиваются с какого-то содержательного участия, ну, какая-то совесть, что я вот дам денег, и, я поучаствовал, но при этом они даже не понимают, что происходит дальше со всем этим делом. Вот ты сказала волонтерство, радиоволонтерство, это интересная тема, потому что, не знаю, может быть, в Германии что-то такое видела. Сейчас же, ну, последние годы, это прям изначально это вот какая-то мода-тренд, потом становится чуть-чуть государственной идеологией, что надо заниматься волонтерством, молодежь, волонтерство, студенты, волонтеры, да, в Москве большой такой есть культ волонтерства, есть Мосволонтер, мэр вручает награды, есть даже сейчас нагрудный знак уже, волонтер Москвы. Да, то есть, вот как ты относишься к тому, что зачастую, например, молодежь, студенты, ну, неосознанно этим занимаются? Ну, хорошо, что занимаются, хорошо, что этим они неосознанно заниматься. Есть намного более неприятные вещи, которыми можно неосознанно заниматься. Да, пожалуйста, это потом все доходит. Это опыт. Я считаю, что из любой ситуации можно что-то для себя вынести. И волонтерство, оно очень раскрывает людей. Это и коммуникация, это и какая-то флексибельность. То есть ты можешь подстраиваться под ситуацию. Это и просто... Примпровождение приятное. То есть огромная куча фестивалей, на которые ты в жизни не попадешь. Вот просто так вот. А ты там пошел, поволонтерил. Вот, здравствуйте, я уже что-то видел, что-то смотрел. Где-то был. Это очень здорово. Я это все тоже всегда очень поддерживаю. Считаю, что это классно, что это развивают. Было бы слабо, чтобы в школе еще развивали. В школе вот такого-нибудь. Ну, в школе тоже сейчас есть история волонтерских отрядов. Ну, в Москве, по крайней мере, есть такая штука, типа одна школа, один волонтерский отряд. Сейчас тоже тема развивается. Есть кураторы. У вас нет в школе волонтерского отряда? Так, мы сужаем. Сужаем круг школ. Она московская, красивая. Там красивые здания. Я не знаю. Да, ну, возможно, есть, да. То есть, это не такое... То есть, если у нас в университете там тысячи студентов ежегодно волонтерят, да, хоть раз, то в школах есть один отряд, там, как-то собирается, вот они делают такие добрые дела. Если бы сейчас вернулась в студенческие годы, ты бы больше занималась волонтерством или так же осознанно занималась бы вот... Да, не, больше бы не занималась точно. Я бы больше точно путешествовала бы, если бы знала, что тогда была возможность, что был шанс. Я бы больше бы ездила в стажировки. Ах, если бы мы все знали до 20-го года. Да, как бы, если бы, то... Ну, я тоже всегда живешь, думаю, что в будущем, когда ты будешь взрослым, на самом деле, намного легче, когда ты не взрослый. Когда у тебя нет работы, ты ни к чему не прикреплен, взять, поехать там неделю куда-нибудь. Да, пожалуйста, да едь. Ну, закроешь ты свои долги, да все ты сделаешь. А тут на работе нет, жди отпуска летом, пожалуйста, своего, долгожданного эти три месяца. А весь год будь добр, сиди, один работа. Ну, пары прогулять легче, чем работа. Ну, конечно. Это как бы точно, да. Рубрика «Добрый совет» у нас началась, друзья. Если бы досмотрели досушенные до этого места, то это точно. Собирались прогуливать пары. Да, да, это точно. Ну, все, конечно, легче, когда глядишься назад. Такой вопрос. Ты три года работаешь в школе, у тебя педагогическое образование, ты уже как бы человекоопытный в системе. Вот если бы ты могла бы что-то изменить, что бы ты изменила в современной школе? Ой, ну, очень много чего бы я изменила. Я бы изменила подход вообще к преподаванию. Ну, взяла бы все-таки за основу коммуникативные методы. И есть такая тенденция, что очень следят за молодыми. Кто приходит на уроки, что вас там курируют, вам помогают. Они следят уже за старшим поколением. Но чисто по опыту люди, вышедшие из института, они вот как раз-таки, они все готовы, они, пожалуйста, вам все сделают. А старшее поколение, оно не перестроилось на новый мир и не перестроится уже. А к ним никто не ходит на уроки, не смотрит. И ты только по слухам детей слушаешь, что там до сих пор где-то говорят на русском. А вот там где-то до сих пор не знают, что такое видео показать на уроке, аутентичное как бы, ну, из практики. И все, и ничего с ним не сделаешь. И никому не нажалуешься, грубо говоря. Я бы в первую очередь меняла бы вот этот подход к тому, что молодые это никто, а старшие, опытные, замечательные. Конечно же, очень огромное количество опытных педагогов есть. Как бы, не спорю, они все молодцы. Но просто я пыталась бы как-то вот координировать бы, направлять бы усилия в обе стороны. То есть как бы поддерживать тонус всех. Уж если ходить на уроки, то ко всем учителям. Следить за всеми учителями. Вот это сильно бы повлияло. А чем старше учитель, тем к нему меньше с проверками ходит. Да. Ну, переатестацию же все проходят. Ну, переатестацию. Понятно. Так, а как-то школа может, а может быть, здесь нужно зайти с точки зрения, что приходят молодцы. Ну, не знаешь, всех людей, которые через какой-то возраст переступают убирать с школы. Нет, убирать. Конечно же, наоборот. Да, они, да. Ну, то есть, а что придумать? Ну, как-то, может быть, молодые с опытными как-то. Да-да-да, какие-то вот, может быть, именно моменты взаимопосещения уроков, какие-то вот переносы опыта, то есть, чтобы он не в одну сторону транслировался, а в другую тоже, что вот я знаю такой сайт, а может быть, вас научить? Давайте вот такую вот игру покажу, может, вам как-то рассказать. То есть, чтобы это просто вошло в привычку в нашем мире, что молодые тоже могут что-то дать, что молодые могут научить, молодые могут объяснить. Как бы, да, мы неопытные, да, мы не знаем чего-то многого, но мы уже успели выучить какие-то ресурсы интересные, какие-то подходы, просто потому что мы молодые, мы вот в интернете сидим там целыми днями, все это видим, слышим и так далее. И мы могли бы это транслировать тоже. Ну, как бы, никто нас особо не спрашивает. Ну, почему-то вот так вот устроено. Из-за этого, мне кажется, очень страдает. Есть стереотип, что молодой учитель класс, учитель возраста, это, фу, ужас вообще. Хотя это не так. Они тоже все очень хорошие, просто в другой сфере пока что. Ну, это стереотипы в две стороны. Да, да. Туда сюда, да, стереотипы, где-то посередине проблем находятся эти стереотипы. Проблемы по образованию. Да, истины там нет, но проблема точно есть какая-то. Так, окей, первое, чтобы ты изменила, вот эту вот поколенческую такую вот крайность, да, чтобы не было этих поколенческих крайностей. Что еще? Я бы вторым языком бы поработала, потому что он почему-то сейчас уходит опять. Он вроде бы как приходил, когда вот я училась, прям везде было обязательно, сейчас опять что-то. А у тебя школа с углубленным изучением языка. Да, да, углубленное у меня изучение языка, но все равно немецкий, то есть учится, допустим, у меня в школе пятый, шестой класс все учат дети, а седьмого класса углубленная по выбору. То есть у нас в седьмом классе дети выбирают, допустим, физика, немецкий, биология, направление. И они идут уже на эти уроки. Поэтому мало детей учат немецкий, чисто вот из-за этой выборки. И так в целом во многих школах-то вообще язык убирают, либо тоже после шестого вообще он исчезает. Второй именно иностранный. Я бы наоборот бы оставляла бы его, и я бы добавляла бы третий, может быть, даже еще по желанию как-нибудь уже дополнительного детей. Потому что языки это правда то, что движет нашим миром и так далее. И так как есть такой посыл, что этот язык необязательный, что он второй, к нему и отношение такое. То есть очень тяжело второй язык приравнять по значимости к первому. Это почти нереально. Английский, да, все уважают. Второй немецкий на него все-таки, ну ладно, ладно, немецкий. Ну тут же еще чисто, ну логически трудно по часам. Ну то есть на первый язык одно количество часов, на второй. Вот у меня дети учат два языка в школе. Первый английский, второй испанский. О, испанский, ничего себе. Да, испанский, вот. Такую школу легко найти, мне кажется. Она одна, наверное, в Москве. Нет, ну там была история IB классов, которые сейчас уже не IB, но у кого идут по программе IB все равно стараются идти. Но там каждый день как бы 8 уроков. Ну так и так у детей 7-8. Ну это пятый класс. А, а. Ну то есть это седьмое, может быть, окно, но чисто физически это 8 уроков, это огромные рюкзаки, это доп, 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 это вот такая стопка просто по доп английский, доп английский, обычный английский. Вот, и как бы тут тоже много вопросов, а есть еще третий язык. Что делать детям дальше? Дальше, ну куда дальше? А ты много домашних заданий задаешь? Нет, кстати. Я стараюсь, нет. Я стараюсь задавать учить, вот это надо, потому что ты не можешь в лучшей школе диктант. А письменный по минимуму, ну как бы я очень такой лояльный учитель, я стараюсь на выходные, если что-то задать, детям удобнее делать, допустим, вот кого урок в среду последний. Если вам удобно, давайте к понедельнику тогда я вам задам там сочинение. Вот как бы день в день там не задавать диктанты через день. Ну, это уже подстраиваюсь просто под детей, и если дети ведут себя адекватно, все делают на уроке, ну зачем вам такую кипу домашнего? Ну, так чисто немножко для закрепления. Это мои любимые вопросы, когда приходят выпускники учителя, я спрашиваю про домашнее задание, как вы относитесь к электронному дневнику? Ну, хорошая вещь, кстати. Хорошая, да. Да, тормозит, правда, советовала бы подумать разработчикам. Не всегда работает, но это замечательная вещь, очень упрощает жизнь вообще всех людей. А то, что дети не ведут бумажный дневник? Это замечательно, зачем вообще еще какая-то бумага? Да нет, вообще это бесполезно. То, что они там записывают, ну да, я записываю, в конце урока диктую домашнее. Ну, один записал номер три, другой услышал номер четыре, это еще и на языке же. Третий вообще говорит, ты к нам не говорили номер четыре, докажи потом, что ты говорила. Ну, то есть классная вещь при условии, что у ребенка есть гаджет, где он имеет доступ к этим записи. Да, да, либо, ну, хотя бы мама фотографирует, пересылает, как бы там скриншоты папа делает, там, пожалуйста. Это вообще очень-очень удобно. Оценки тоже, не надо ждать, за что. Скажи мне, тот факт, что... Тот факт, что родитель знает ДЗ, и ребенок знает, что родитель знает ДЗ, это не создает какую-то такую слегка безответственность у детей, что, как бы, я могу вообще наплевать на все это дело, а у нас все равно мама или он, папа мне скажут, ты сделал уроки, я знаю, что ты сделал, от географии сделал ты, а вот любая история тут параграф. Ну, на самом деле, такое есть, да. Ну, это как бы тоже чуть-чуть, мне кажется, уже пережитки прошлого, именно в плане записывания домашнего. Я, конечно, все равно уже заставляю, младшие классы, но дальше, ну, зачем вот им сидеть, тратить три минуты от урока, там, условно, записать домашнее задание, если оно правда есть в журнале. Но если правда, и мама посмотрит, и он посмотрит. Ну, зачем? Я им озвучиваю, если что-то комментировать надо, я комментирую там про какой-то эсэй и так далее. Если нет, я говорю, что все, в этом журнале будут написаны номера. А бумажных журналов нет? Нет. Нет. А времени много занимает электронный журнал? Нет, вообще нет. Ну, это в конце урока, как бы я обычно либо параллельно диктую и записываю, либо дети ушли, я тут же выложила, записала. С телефоном можно, там, приложение. То есть, я не знаю, могу после урока в метро ехать, там, оценки доставить, допустим. Все, вот оценки у детей появились, у родителей тоже. Это, не знаю, мне кажется, психологически это наоборот, даже супер, минус одна нагрузка на детей. Почему они обязаны помнить все домашнее задание за 7 уроков в день? Я не обязана уже в день записать, все. Ну, Асим забыл, вот это начинается. Я забыл. Он сегодня записал на листочке. Листочек где будет в мусорке через 2 минуты после конца урока. Все, ищи потом домашнее. Так, окей, ты сказала про коммуникативные навыки, да, развивать надо больше. Речь тут именно про языки иностранные? Или ты вообще на это смотришь, на школу, площадку развития коммуникативных навыков, во всех предметах? Ну, славно, если бы во всех предметах, но конкретно в языках, да, как бы дети, им сложно общаться, в группах, им очень сложно общаться с одноклассниками. Вот яркий пример буквально сегодня был. Когда задаешь детям проект в группах, говоришь, 2-3 человека, ну, как они делятся? Три друга, две подружки, все. И они каждый раз тебе делают проекты довольные, счастливые, мы сделали. И тут я эксперимент решила сделать, уже старших детей, я говорю, так, вот завтра проекты, но группы делю я. И я просто вот рандомно раскидала, не с друзьями, а вот как мне захотелось. Возмущений была гора. Да как? Да я же с Васей не дружу, да я же спите, я вообще его номер не знаю. Ну, научись, тебе 15 лет. Я говорю, а что в мире взрослым мы общаемся только с тем, с кем мы хотим? Ну, может, я тоже не хочу, но мне надо, и тебе надо. У тебя есть задача, вперед, иди делай. И вот они прямо такие все, ух, здесь сегодня пришли, мы, конечно, сделали, но это было сложно. Вот Дима не отвечает до 9, а вот Саша, он вообще то. Я говорю, а вот надо учиться. Это ваш класс, вы с ним живете уже там сколько? Много лет, вы уже в 9 классе, допустим, уже учились с ними 9 лет. Давайте, учитесь работать. И в целом школа должна, мне кажется, учить детей тому, что пригодится во взрослой жизни. И коммуникация это одно из таких вот, научиться договориться с учителем, научиться договориться с одноклассником. На языке это сделать, это вообще супер. Просто как бы у нас такой вот, такой предмет у меня, где очень много мы говорим. И просто я их учу тому, что можно сказать, если ты не сделал, можно сказать, а не промолчать и получить двойку. Можно объяснить, можно что-то как-то преподнести. Это полезно. Что посоветуешь? Может быть, еще что-то есть перечня, чтобы изменить? Да я не знаю. Нет, наверное, нет. Это если бы меняло, я бы прям... Хорошо. А вот та школа, в которой ты училась и в которой ты работаешь? Ну, не конкретная школа, а школа как среда, вот они разные? Максимально. Небо и земля вообще. То есть, где небо, где земля? Я на небе. Где-то. Была в земле. Я была в обычной простой школе, абсолютно неориентированной, как мне кажется, какие-то знания. Но были обычные уроки. Не то, чтобы я страдала, было классно, весело, было замечательно, как любому школьнику. Я думала, что так везде. Но я поняла, что так не везде, что можно по-другому. И сама я точно веду уроки не так, как вот у меня вели английский. Да, у меня, конечно же, были очень замечательные преподаватели, до сих пор их помню со школы. Вот с них я, может быть, примерно как-то и беру сейчас. Но в целом, мне кажется, вообще из-за того, что еще время прошло, как бы уже, ну, 7 лет получается. То есть, я 4 года училась, 3-й год работаю. Конечно же, уже это новая эра в педагогике. Когда я училась, досок-то электронных не было, еще телевизоры были. Сейчас, пожалуйста, везде вот эти вот колонки, вот видео, давайте посмотрим, меш. Ничего не было. Сейчас намного лучше. Уваживание растет. Эх, вот на этом бы нам и закончить. Но нет, я думаю, еще одну тему мы можем разобрать. Мне понравилось, что ты рассказала, что с нуля выучила немецкий. А вообще, в целом, без университета и такой мощной поддержки, да, ну, методической, педагогической все-таки университет. Можно выучить язык с нуля самому? Ну да, если заниматься с репетитором. Самостоятельно я считаю, что нет. Просто потому, что надо понять хотя бы произношение. Надо с кем-то говорить. Учить язык самому. Ну, это можно научить слова, когда ты уже умеешь говорить. Вот эти вот истории про самоучителей. Я считаю, что это работает вот с уровня как раз-таки, ну, B2, может быть. Когда ты уже все, грамматику вроде бы примерно знаешь, уже говоришь. И ты просто сам набираешь себе лексику, набираешь новые правила. На начальном этапе, ну, что ты там говоришь? Ну, ты сам себя не проверишь. Поэтому можно, конечно же, без университета, но бери репетитора, либо какие-то курсы, и ходи, чтобы тебя слушали, и чтобы ты слушал, главное, тоже учился. Тогда да. То есть нужен репетитор все равно? Да. А немецкий сложный язык? Ну, с чем сравнивать? С английским? Ну, хорошо. С английским. Какой сложнее? Немецкий. Потому что там склонения какие есть. А немецкий и русский? Русский. Русский. В русском вообще все склоняет. Каждое слово, что ни слово, так что-нибудь поменять можно. Ну, в этом же сложности или простота языка. То есть одно слово может меняться, может не меняться. В английском очень мало что меняется. В немецком там окончания появляются. И так далее. А вот и... Да, в английском просто все, да? А вот эти времена, всякие пасы? Нет, ничего не просто. Нет, я не говорю, что там просто. Это времена. Но сама форма слова, нет окончаний. То есть там красивый, как есть красивый, так он у тебя и будет красивый. Всегда. А в немецком уже будут меняться окончания. В русском так вообще красиво е, красиво му, красиво мы, и так далее. Вот что угодно можно выдумать там. Какие-то разные вариации. Невероятно. Быстренько обсудили. Ира Иванова, выпускница и я. МГПУ, учитель немецкого английского языка, психолог, основатель разговорного клуба в подмосковом городе, которого уже нет. Я не про город, а про клуб. В общем, очень хороший наш выпускник и человек. Ира, спасибо. Спасибо большое. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете.